МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДАЛУШИВСЯ ДА ПРАВЯДЗЕННЯ РАСПУБЛЯКАНСКОЙ АКЦИИ ТУМАН, ГОЛОЛЁД И МОРОЗ ТЫДЕНЬ РАСПАЧАУСЯ С КЛАДАНЫМИ УМОВАМИ НА ДВОРЬЯ ДАИ ПРОСІТЬ БЫТЬ УВАЖЛЮВЫМИ НА ДАРОГАХ А ЗАРАЗ АБ ГЭТЫМ И ИНШИМ БОЛЬШ ПАДРАБЯЗНА У ВЕЦА РАСПАЧАЛАСЯ ПАДРЫХТОВКА ДАБУДАВНИСТВА БЛОКО ПЛАВАЛЬНЫХ БАСЕЙНОВ Нагадаем, згодна с распоряджением президента Беларуси Александра Лукашенки 1 млн рублёв на ГТМЭТЫ Выдаткованы из резервового фонда керавника Державы С проектом ознайомился Олег Синтюров Плавальный бассейн – социально-значный объект, якого у ВЕЦА не было николи Его необходность пламажется некакими причинами Напевно, самое главное из которых – потреба у оздоровления населенства, якое проживаю на потерпелых территориях Будовництво бассейна распространялось в минулом году Завершить плануется все лето Объект будет размещен на колеоцентрального городского стадоёна Что дозволит створить у ВЕЦА сучастный спортивно-оздоровленческий комплекс Различенный на жахару у всех взрослых К сожалению, на данный момент у нас в городе нет бассейна И потому очень остро стоит вопрос об обучении детей плаванию С открытием нового бассейна в нашем городе Я думаю, мы эту проблему решим И все школьники нашего региона, как городские, так и сельские Будут обучены плаванию Для его архитектурного обличчя В институте кажут, что особенных проблем подчас проектования не было Лепые непредбаченные обставины на кстат повышения уровня грунтовых вод возникали А ли теперь все пытания выражены и уже можно сказать, каким будет ветковский бассейн Те больше, докладно, блок бассейнов Бассейн будет размещать в себе две чаши То есть это чаша для оздоровительного плавания взрослых Длиной 25 метров на 4 дорожки И малая чаша для обучения детей плаванию То есть там будут две группы детей От 7 до 10 лет и от 10 до 14 Сегодня стартовала республиканская акция «Молодь выращая» Примеркованная до проведения Украины выборов депутатов у местовые советы Она проходит под эгидой Белорусского республиканского союза «Молоди» Головная мета – сбор пропанов для будущих депутатов У делу акции может принять каждый желающий выборщик Для этого необходимо написать свои пожелания потенциальным депутатам Накировавши их в специальной скрыне Они будут уставлены в местах проведения пикетов БРСМ У поддержку кандидата у депутаты А так само подчас молодежных акций, присвеченных выборам Проходил мимо, стало интересно Подошел, написал свои пожелания кандидатам Надеюсь, что они дойдут нужным адресатам Мы считаем, что эта акция очень важна Ведь каждый избиратель может оставить свое предложение Для будущего депутата Для этого установлены урны, в которые собираются пожелания После чего все пожелания горожан будут переданы Уже избранным депутатам для дальнейшей их реализации Мероприемства республиканской акции «Молодь выращая» Пройдут во всех регионах краины по 17 лютого у Ключна Эквадору в минулом году стал одной из наиважнейших нафтоздобывающих пляцовок «Беларусьнафты» За год там створено 5 высокопродуктивных сведровин За сутки здобывается до 350 тонн черного золота Подчас реализации проекта белорусские специалисты провели в Эквадоре В широких доследований у вынику открыты 3 залежи И отриманы новые дадены об запасах нафты На их основе рекомендованы добурение еще нескольких сведровин Будовництво первое распочалося у красавику минулого года Пятое завершено у Снежни По попередних даденых яны складают до 100 миллионов баррелей нафты Контракт помеж Эквадором и Беларусью различены на 16 годов Я думаю, что я не ошибусь, что это был самый быстрорастущий проект в прошедшем году Это тот проект, который нам дал существенный рост добычи Это с одной стороны в прошедшем году С другой стороны это открывает дополнительные перспективы Потому что с одной стороны нас продолжают узнавать в мире И к нам относятся очень серьезно С другой стороны мы, получив положительный денежный поток С этого проекта у нас существует прекрасная возможность и дальше добывать в Эквадоре Рух по отрамантованным мосте Праспрыпять в Житковицком районе Плануется открыть до первого студеня 2019 года Такий термин огучил генеральный директор открытого акционерного товариства моста Буд Сергей Вашкевич, поведомляя Белта По его словах, с первого саковика пошли працювать паромная переправа Позднее решку перекинуть у иншая речиша Пролетный будинок аварийного моста будет целиком разбираться и заменяться на металличный Плануется до первого студеня наступного года распачать рух При этом основы у Прыпятского моста застанутся Их конструкция больше чем трывалая А вось коробки, які треснули на центральном стыку, заменять на металличные Нагадай мост Праспрыпять в Житковицком районе треснул у початку Снежня Зараз рух по им заборонены Пантонный мост был пошкоджен за непогоди Пераправа будя одновленная при спрыяльным надворье Пакуль людей из одного берега на инши перевозят воротовальники на катары 25-го студеня Украине пройдя один день правового информования С этой нагоды Федерация профсоюзов Беларуси организует бесплатные юридичные консультации по всей краине Правовые инспекторы працы проведут приемы грамадян в объединенных профсоюзов и на предприемствах Так, у Гомеля на пытание грамадян откажет головный правовый инспектор працы Республиканского комитета Беларуського профсоюза работников транспорта и коммуникации Наталья Шпаковская Прием пройдя за 10.30 до 12.30 на базе Гомеля-Был-Аутотрансу По адресе проспект Режиский, 7А Про инши места и час приема можно доведаться по номеру телефона Гомеля 32 90 85 Туман, гололед на особных участках дорог гололедицам Тыдень распачался с пагаршения умов на дворья и отповедно ускладнение дорожной ситуации Державтоинспекция просит у дельников руху быть особливо уважливыми Водителям закликают отмовиться от необдуманных маневров и обгонов Это может привести до страты контроля над автомобилем Тем более, что на слизкой дорозе спынить транспорт складана Уважливыми варта быть при проезде пешеходных переходов и при пынках громадского транспорта Не гублять пильность, просят и пешеходов Во умовах гололеду особливо небеспешно перебегать дорогу А так само рафтом выходить на проездную частку за транспорту и инших объектов Перед тем, как свести с тротуара на пешеходный переход, переконайтесь, что все водители спынились для пропуску Пешеходам, конечно, в нынешней ситуации нужно быть особо внимательным Потому что я веду плохие условия видимости Не каждый водитель всегда его вовремя увидит И чтобы избежать беду, в первую очередь пешеходам нужно самим смотреть по сторонам И обращать внимание, где находится автомобиль Сумеет ли водитель вовремя отреагировать и остановить свое транспортное средство Особенно сегодня утром, когда была очень плохая видимость дороги Очень много было зарегистрировано дорожно-транспортных происшествий И хотелось бы обратиться в первую очередь, чтобы водители соблюдали скоростные режимы И соблюдали дистанцию впереди двигающихся транспортных средств Чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий До речи, отмолвные температуры протрымаются усе наступные 7 дн У ближайшую ночь слабки термометров могут опуститься до минус 15 У ночь на Сираду до 16 морозу При этом дненные температуры складываются до минус 8 А падка у них шагается у весь тыдень За выключением четверга у гэтый день синоптики прогнозуют невеликий снег В другой полове тыдня станет теплей У день у середнем до минус 4, у ночи до минус 9 А вось в субботу знову крыху похолодая У день минус 7, у ночи минус 10 У неделю мороз даст слабину Температура поветра у день складе минус 2 градуса Завтра в областной державной инспекции отбудется промая телефонная линия На пытание жихара у региона откажет начальник управления ДАИ Игорь Макушенко Звертаться треба по номеру телефона у Гомеле 68-3153 с 12 до 13 годин Акция «Мороз» у рамках комплексу мероприемства у зимовой экстремальной умовы 2018 Пройдет завтра у Гомеле Я ее иницияторы, областная державная инспекция и организация червоного крыша Старт акции будет даден у 11 годин на уезде областный центр сбоку Чарниговской шаши Организаторы притягнуть увагу водителям до похолодания и обовязкового клопоту об своим здоровье Отримать переохладение организма и обморожение зараз вельми просто Водителям продоставить информационные материалы, показания первой допомоги в таких выпадках Инспекторы ДАИ нагадают удельникам дорожного руху об правилах поводзенов на дорозе у зимовый период Так само удельники акции отрымают гарачий шай Гомельский филиал РУП «Белтелекам» проводит модернизацию сеток в Сувязи На час вытворчести работы у широкого абонента умахчима часовая отсутность телефонной Сувязи и послух сетки передачи дазиных 24-го студене работы будут проводиться по улицах Осипова и Коростояновой у Гомеле Телефон для доведок 123 23-го студене будет значаться Международный день ручного письма Свято было засновано, как нагадать про уникальность ручного письма и неполторность почерку кожного человека С этой же моментой Белпошта вырошила провести у Международный день доброчинную акцию Завтра можно будет бесплатно отправить поштовку родным в любую кропку Беларуси Гэта акция традиционная для многих краин света Усим жадающим долучиться до незвычайного флешмобу урушать малявничные поштовые картки, які можно будет подписать и бесплатно отправить по территории краины У Гомеле акция пройдя у некольких поштовых отделениях Отправить поштовку можно с 15 до 16 годин До мероприемства так само долучатся и райцентры Полный пиролик месту проведения акции можно найти на сайте Белпошты Картина галерея Гаврила Вашенки представила новый выставочный проект В экспозиции коля сотни работ, написанных по уникальной методице Ауторы – непрофессийные мастаки, люди разных взрослых и профессий Усеяны являются в учнями Гомельской школы Игоря Ягодкина Выявленчему мастерству ее навучая по уласной методице Навученцы за невероятно короткий термин Починают малявать на серьезном узровне Сокрет в индивидуальном подходе Зараз школу наведывают коля 30 человек Во взрослых от 12 до 74 годов Выкладчик лишит, что абсолютно каждый здольный Навучится выявленчему мастерству Коли сможет вызволить со своей природной сутности Навык малявания Поступов в Айон Перерасте у мастерства Но по времени, это несколько месяцев Ставятся навыки Что здесь особенного? Особенного то, что, вот я еще раз повторю, снимает ограничения Во-вторых, учитель с тобой находится абсолютно рядом В месте, как хороший тренер На простых навыках он ставит руку Определяет ноты, по которым движется рука Потом складывается твой собственный почерк Преподаю по своей методике, которая связана с выработкой моторики И работы неосознанно, то есть подсознание Вначале люди делают упражнения Потом рисуют некоторые рисунки с закрытыми глазами В том числе чувствуют цвет А потом, когда уже у них степень боязни проходит То глаза нужны для того, чтобы переставить руку в нужном месте Сусветный фестиваль циркового мастатства «Идол Беларусь» Масштабный международный форум запланованный на веросинь бягучего года Инициятором фестиваля з'является представник Знакомитой цирковой династии народный артист России Эдгар Запашный На его думку, подобный проект продоставить макчимость Адоранной молодзи Беларуси продемонстровать свои навыки На одной сцене с артистами экстра-класса зусяго света Так само форум повинен соединять умасованию международного супрацовництва И поспрыяя развитию туристичной активности региона Для цовка и фестиваля станет Гомельский державный цирк Улику запрошенных представники таких краин, як Испания, Италия, Германия, Франция, Мексика, Китай, Канада и иншая Пышные уборы дам и бездакорные гарнитуры галантных кавалеров У Гомеля отбылся калядный баль По меркованию удельников и организаторов Гэта выдатная макчимость открыть у сабе таленты Навучиться этакету сустреца с близкими по духу людьми У программе польки, вальсы, минуэты, кадрыли и контрданцы Справляться со складанными элементами допомагали вопытные хореографы Так что и новичкам, и вопытным танцорам было комфортно Дарэч и жадаючых окунуться у романтичную атмосферу Баляв оказалось шмат Прыхильников классичных танцев сярод молодзи С кожным годом становится усе больше Замечательный танец вальс Его надо знать, уметь учить Но закружиться в паре с кем-нибудь вальсе Это очень здорово И в принципе, какие-то наши дискотеки Они не предоставляют такую возможность А людям очень хочется Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте В интернете по адресе www.tvrgomel.by Далее у эфиры «Де-факто» и «Спортивный огляд» А я с вами развитываюся Усяго доброго и до встречи у эфиры Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает программа «Де-факто» В студии Алексей Немкевич Здравствуйте По-настоящему горячими выдались эти выходные в регионе И дело не в температуре Она как раз падала, а в пожарах Которые вспыхивали один за другим Так в центре Гомеля горела Однокомнатная квартира в четырехэтажном доме По улице Рогачевская Прибывшим спасателям пришлось эвакуировать Пять человек, среди которых один ребенок Некоторым понадобилась госпитализация Еще до прибытия подразделения МЧС Из горящей квартиры соседом был спасен хозяин квартиры Причина пожара устанавливается Одна из рассматриваемых версий Неосторожное обращение с огнем при курении По этой же причине могла загореться еще одна квартира На этот раз в Мозыре на улице Нефтестроителей К моменту приезда спасателей Из окон квартиры, расположенной на последнем этаже пятиэтажки Шел густой черный дым Сестра хозяина и ее дочь покинули квартиру самостоятельно Тело же самого хозяина обнаружили спасатели при тушении пожара Трагедией закончился пожар и в частном доме В деревне Дубовый Лог Добружского района В огне погибла пенсионерка По одной из версий причиной могло стать Нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования В Речице за ночь произошло несколько поджогов Сперва вспыхнули один за другим С разницей в пять минут автомобили На улицах Гастелло и Урицкого Чуть позже возгорание нежилого дома Произошло по улице Заслонова В результате один автомобиль выгорел полностью У второго поврежден моторный отсек и часть салона Все поджоги были совершены на близлежащих улицах Следователи совместно с экспертами и пожаротехниками Провели тщательный осмотр мест происшествий Был изъят ряд предметов, по которым будут проведены соответствующие экспертизы Следствие ищет всех, располагающих хоть какой-то информацией Обращаться можно по телефону в Гомеле 36 37 46 Таков обзор происшествий к этому часу Оставайтесь с нами Я Алексей Немкевич Благодарю за внимание До свидания На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта В студии Максим Савин Здравствуйте В очередном областном дерби в чемпионате Беларуси по хоккею в экстралиге Гомель был сильнее металлурга Игра проходила на льду Столиваров Счет открыли гости На восьмой минуте рыси реализовали большинство Результативный бросок на свой счет записал Павел Волчек И только диктор на арене назвал авторов взятия ворот хозяев Как счет стал уже 2-0 Эдис Брахманис завершил забег из своей зоны к владениям Белинского точным броском На экваторе второго периода Столивары смогли сравнять цифры на табло Сначала Павел Дашков сократил отставание А спустя 2 минуты Роман Аникин установил паритет Правда радость жлобинских болельщиков была недолгой Через полторы минуты Скоринов добил шайбу у ворота Белинского после броска Дурнова За 8 секунд до финальной сирены окончательный счет установил Нестеров Поразив пустые ворота металлурга 4-2 Гомель побеждает Уже завтра Рысь отправится в Минск, где сыграют с юностью Металлург едет в гости к Гродненскому Неману Мужская команда гонбольного клуба Гомель в первом матче четвертьфинала розыгрыша Кубка Беларуси На выезде обыграла столичный Витязь 28-21 27 января дружины проведут ответный поединок Он состоится на паркете к Гомельчан Женская команда гонбольного клуба Гомель победила в первом после новогодних каникул матче чемпионата Беларуси в гости К дружине Тома же Чаттера приехала Витебчанка Ожидаемо гомельчанки не испытали проблем К сирене на перерыв Гомель уверенно выигрывал 26-11 Во втором тайме хозяйки паркета продолжали доминировать И в итоге одержали уверенную викторию 43-24 Отмечу, что игровое время получили все гонболистки, попавшие в заявку Гомеля на этот матч Задачи тренера были поставлены на игру больше на дальние броски полусредних Я думаю, мы с этим справились Немножко в защите не все получилось Немножечко отдохнули, теперь влились в работу На Балтику съездили, после отдыха чуть-чуть у нас не получилось показать тот результат, который хотели Но работаем, готовимся, все по плану, выполняем установки тренера Одержал уверенную победу и главный конкурент Гомеля в чемпионате столичный БНТУ Беларус Минчанки разгромили свой же дубль 48-22 В еще одном поединке игрового дня городничанка была сильнее Березины 40-25 На этом пока все, с новостями спорта вас знакомил Максим Савин Оставайтесь на Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин